Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные на свете зрители! Сегодня, в этот чудесный час, перед крещением, я нахожусь у своей любимой церкви Николая Угодникова. Эта церковь очень-очень старая, и мне хочется немножко про неё рассказать. Она находится рядом с моим домом, и я здесь бываю очень-очень-очень часто. Вот видите, там написано, когда я уже рассказывала про хамовники, в которых я нахожусь. Раньше это была хамовническая слобода, поселение ткачей, изготавливающих хам, более такое белое, красивое, высокого качества полотно. Ну и в этой местности находилась деревянная церковь имени святого Николая. Ну, о ней упоминание первое в 1625 году, на самом деле, упоминание, ну, предполагают исследователи, что она построена намного-намного раньше. Но в таком виде, который мы сейчас с вами увидим, она была построена позже. В 1679 году по указу царя Фёдора Алексеевича начался возведение нового храма, уже каменного. Он завершился в 1682 году, а в 1699 году была пристроена трапеза с пределами хам и колокольни. Ну, вот колокольню, вы видите, эта колокольня считается самой, сейчас мы зайдём сюда, считается самой высокой в Москве. Посмотрите, как игрушечка, как игрушечка. Ну, я хотела у вас спросить, вот мне уже написала Галина Фоминых, что она часто делает, они гадают, как раз накануне крещения. А вот напишите вы, гадаете ли вы или нет? Раз крещенский вечерок девушки гадали, в моей семье гадают, меня научила бабушка, а показала дочке с её подружками. И вот это стала нашей традицией. Хотя она замужем, растёт внушка Ксюша, ну, гадаем, и такой душевный сказочный вечерок получается под свечки, как и сегодняшний клип. Спасибо, Галочка, дорогая. Ну, я думаю, в юности-то мы все гадали. Церк возведена по традиционной структуре, вытянутая по горизонтали, она начинается с запада колокольней, продолжается длинной трапезной, основным храмом, увенчанным пятиглавием, и заканчивается тремя алтарными выступами. В то же время в её фасадах есть и черты Нарышкинского барокко. Но главная ценность внешнего убранства церкви – многочисленные изразцы, обильно использованные на фасадах. Это и зелёные муравлёные изразцы, вставленные по три штуки в каждый кокошник основного храма, и многоцветные поливные изразцы в ширинка шатровой колокольни. Прорезанная в шатре 32 окошками слухами, она является самой красивой шатровой колокольней Москвы. На северной стене церкви сохранились каменные надгробные таблицы XVIII века, напоминающие облом приходском кладбище. Со временем полотняная фабрика стала уже менее здесь нужна, её перевели отсюда, но о ней только напоминают палаты хамовного двора на улице Льва Толстого. А её место заняли хамовические казармы и другие военные ведомства, о которых я вам уже рассказывала. Во время Отечественной войны 1812 года храм пострадал изнутри, но вскоре был восстановлен. В 1840-х годах появилась новая настенная роспись. В 1872 году вместо Дмитриевского был устроен предел иконы Божьей Матери с поручениц грешных. В XX веке Никольская церковь не закрывалась и сохранила свое бранство почти нетронутым, за исключением утраченного в 1922 году при изъятии церковных ценностей. Даже расширение соседней улицы и создание Комсомольского проспекта не затронули её. Лишь ограда в 1959 году была перевезена ближе к самому храму. Сохранились и старинные колокола, в том числе колокол 1685 года. Время сильно переменило хамом на слободу, и только церковь святого Николая Чудотворца более 300 лет остаётся на своём месте. Песня. 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 Исповедайтеся Богу, Богу, Аллилуйя, Якове, милостиву, Аллилуйя. Исповедайтеся Господи, Господи, Аллилуйя, Якове, милостиву, Аллилуйя. Вот на этой же улице, совсем недалеко находится усадьба Льва Николаевича Толстого. Туда мы с вами зайдём в следующий раз. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи. А вам желаю мира, спокойствия в душе, быть честными. Ну и, честно говоря, я не только набрала здесь святую воду, но и помолилась за всех мучеников. До встречи, дорогие друзья. Спасибо за просмотр!